...огромного медиапространства. Когда я начинал работать в этом театре в 1974 году, здесь из средств массовой информации, из электронных была наша студия телевидения, и радио там русских вылев, не помню что, которые вещали там, ну, три часа в неделю, ну, пусть десять часов в неделю. И была газета «Южная правда», потом «Ленинское племя», которая еженедельник такой, то сегодня за это, казалось бы, достаточно короткое время. Сколько у нас журналов, сколько у нас газет, сколько у нас телевидения там, и наша оба телерадио, и «Сатурн», и что-то еще. Однозначно много. Плюс интернет-ресурсы. Ну, а театр, как был один, так и... А театр, и в театре занимается этим, как я занимался один человек, так и сейчас там, ну, пусть два человека. Пусть я и Ира Шатура. Но этого мало. Мы не успеваем это все делать. И это надо развивать. Не, ну, ты же говорил, сейчас открываете пресс. Как он, кстати, будет называться? Пресс-клуб? Ну, не пресс-клуб, он должен как-то по-другому называться. Ну, по-другому. Наверное, мы сейчас еще как бы это не придумаем. Это надо обдумать. Клуб, друзья, уши, наверное, я тоже. Не знаю, как-то. Это очень банально. Что-то надо придумать. Ну, я абсолютно уверен, что делегирует каждая СМИ, делегирует... Да. Некоторые СМИ будут в лице первых лиц. Причем, вот смотри, тоже такая интересная штука. Вот мы проводим время от времени пресс-конференции. Да? Достаточно часто проводим. Достаточно часто. И на этой пресс-конференции являются одни и те же 5-6 человек. Ну, любители театра. Среди этого массива, огромного средств массовой информации, этого моря информационного. И я не говорю, что они виноваты. Это виноват театр, наверное. Мы не умеем заинтересовать и привлечь. Нам не хватает человеческих ресурсов. А вот то, о чем ты говоришь сейчас, о чем мы сейчас говорим, о так называемом пресс-клубе, наверное, через это мы сможем привлекать и достаточно какое-то там плохое слово «актив». Активное, пассивное, неважно. Но, наверное, это одно из тех направлений, которые нам позволят популяризировать как театр, а вместе с тем и популяризировать те вещи, о которых мы сегодня говорили. Там, грубо говоря, здоровый образ жизни, или какие-то общечеловеческие ценности, общегуманные ценности. И воспитывать народ на этих, а не на дебильных стрелялках, громилках, тушилках, давилках. Да, вот это, наверное, задача. И через эту задачу популяризировать хорошие, нормальные общечеловеческие ценности, а не всякую муру, которую мы очень часто все-таки невольно популяризируем. Вот как бы то, что хотелось сказать. А как ты думаешь, все-таки сможем мы как-то переломить эту ситуацию или нет? Или мы обречены? Я, в общем-то, оптимист. Я к жизни отношусь оптимистически. Я всегда верю в хороший конец. Даже если он как бы и плохой, но через плохое, вот, как бы, прививать чувства добрые, я Лирой пробуждал. Вот это. Я оптимист. Вот, несмотря на там, у меня есть какие-то другие недостатки, но, в общем-то, это я отношу к числу своих достоинств. Поэтому я верю в хороший конец. Я думаю, что мы все вместе сможем. А вот начало этого хорошего конца. Можешь пофантазировать? Вот, давай я тебе скажу первые признаки этого вот хорошего конца, начало. Что сегодня за продажу ребенку, за продажу бутылки пива или пачки сигарет, штраф, ну, ты же не знаешь на сколько, не знаешь, да? Даже не догадываешься. Нет, не догадываюсь. Ты в свободное время не торгуешь пивом? Нет. Не знаешь? Ну, вот. 6800 гривен штраф. Я понял. Это как бы стимулирует продавцов к тому, чтобы... Я понял, да. Совершенно верно. Я когда-то, лет там 10 назад, я узнал так случайно из средств массовой информации, по-моему, по радио услышал, что там в Сингапуре, допустим, штраф за брошенный окурок на мостовую, штраф там... 100 долларов. 100 долларов или 500 долларов. Да, стимулирует. Культура сразу... Как бы... И сегодня, да, там Европа, Европа, да ёлки-палки. У нас заплёванный, замусоренный город, это ужасно. Возле центрального рынка там просто, ну, как бы, конкретные такие завалы, залежи. Это же тоже культура, правда? Ну да. Поэтому вот такие вещи, да, репрессивные меры, наверное, тоже должны быть, да. Вот такие штрафы за, там, проданную бутылку пива, там, или пачку сигарет и так далее. То есть такие меры, наверное, тоже должны быть. Я задам тебе ещё один вопрос, зная, что ты мне сразу ответишь, что ты не знаешь, что это такое, потому что я уже кучу народу спрашивал, и никто не знает, что это такое. Ювенальная юстиция, знаешь, что это такое? Ну, ювенальная, это как бы юношеская. Да, ювенальная юстиция. Ювенальная, да, это юношка. Знаешь, что это такое? Ну, то есть, как я предполагаю, законодательство в сфере детей и юношества. А какие-то примеры, знаешь, вот такие вот яркие, выраженные? Ну, я знаю, что в последнее время принимается очень много законов, которые охраняют права детей, права юношества. Причем это как бы доходит где-то до абсурда. Мы все там смотрим телевидение, когда там в Финляндии могут прийти к тебе домой. Да в семье! Да, ребенка по попе надавали, могут за это лишить родительских прав. Ты в семье! Да, да. Я говорю, я любознательный, я смотрю телевизор, я книжки читаю. Вообще, ты знаешь, сколько мне народу вообще не знало? И народу, которые, в принципе, должны бы это знать. Тебе-то нафиг это знать. По работе оно у тебя никак не скрипится. Нет, ну почему же? Это стыкуется. Наши, как бы, театры это такое все поглощающее, все объемные щитки. Подожди, детям твоим сколько лет? Внуков? 36 лет. Внуков нет, да. Сын у меня развелся. Уже можно его по жопе шлепать? Да попробуй вот шлепать, я тебя сам отшлепаю. Ребенку 15 лет, ты его отшлепал по жопе, он пошел заяву написал. Наверное, да. И тебя, и тебя, само собой, да. Сын я знаю? Это, ну, доходит до абсурда просто. Как бы, благими намерениями вымощена дорога в ад, да? Казалось бы, надо детей защитить, но... Миша, на эту тему есть произведение искусства? Сходу не назову. Чтобы показать его, потому что все-таки сила театра... Нет, сходу не назову таких произведений, мне не встречалось пока. Вот на эту тему, вот пример, который я привел, нет, мне такое не встречалось пока. Посмотришь там в архивах? Да, конечно, конечно. Должно быть, ведь именальная юстиция во Франции 70 лет ей уже, во Франции. Вот видишь, да. А мы не знаем вообще, что это такое. И 2 миллиона деток там забрали, 2 миллиона. Но ни одного араба, потому что попробуй забери у араба ребенка. Да, совершенно верно. Это будет, да, неполиткорректно и так далее. Забирали в основном... Вот обратная сторона. А забирали в основном у культурных какой-нибудь там... Мадам и Мсье, Дювале, да. В Германии 70 тысяч забирают ежегодно, в Германии. Но я понимаю, там в основном, наверное, наши. Ну да. То есть вот это тоже проблема, и колоссальная нравственная проблема. Да, нравственная и законодательная проблема, да, юридическая проблема, да. Вот где эта грань, да, за которую это должно быть. А у нас, у нас, ну, там, какая юстиция, такая и ювенальная юстиция, наверное. Если мы знаем все прекрасно, что любой там... Тихо-тихо, я ничего не умею вырезать. Я вот это как скажу, что так... Нет, просто какой-то чиновник там нажал, и все, и как бы, все листиция, пофиг. Пожелание нашему движению, нашему движению, это уже традиционно я заканчиваю свои интервью, пожелание нашему движению на ближайшие... Пожелание нашему движению, чтобы оно, во-первых, было, не прекращалось. Я, наоборот, хочу, чтобы оно... При первой же неудаче, да, чтобы мы там бросили это все, наплевали, чтобы у нас хватило мужества это движение продолжать и расширять. Вот пока скромное пожелание. И чтобы оно все-таки имело какую-то конечность... И какую-то действенность, да. Законченность, я хочу его закрыть. Законченность там, я не знаю, но действенность... А я тебе скажу, при каких обстоятельствах оно должно закрыться. Вот мы идем по советской... Ни одной пивной точки, да. Дети, где пьют пиво. Да, я согласен. Понимаешь? Ты не увидишь... Можно мы так уточнили? Мы же, как бы, свободно фантазируем. Ну да. Свободно? Ну, не, не, не. Спасибо. Спасибо. Тоже.